Сегодняшний винодел – это еще и агрономы-сомелье. Для выполнения конкурсных заданий необходимо обладать знаниями из самых разных областей. К примеру, определить болезнь винограда и назначить лечение или назвать показатели созревания для различных типов вин. Но самое сложное и интересное – так называемая дегустация вслепую. О вине нужно рассказать все, по сути провести полный органолептический анализ свойств. Но эксперты подчеркивают, виноделие – это не только цифры и объемы. Это не только промышленность, но это и искусство. И мы, виноделы, более-менее опытные, со стажем, должны думать о том, чтобы вслед за нами пришло поколение, которому, скажем так, будет не стыдно оставить отрасль в их руках. И самое главное – такое поколение виноделов, чтобы они оказались лучше нас, превзошли нас. Провести конкурс на Кубани решили не случайно. Именно Краснодарский край сегодня столица винодельчества России. В этом году здесь собрали более 200 тысяч тонн солнечных ягод. Десятую часть этого урожая вырастили в Анапе. И по качеству наш виноград зачастую превосходит многие знаменитые зарубежные образцы. Потенциал развития этой отрасли огромен. Поэтому профессию винодела сегодня осваивают многие молодые люди. Средний возраст участников конкурса – 23 года. Основная цель конкурса – это замотивировать молодежь на будущее в этой профессии. Потому что и у нас и край винный, и весь юг у нас винодельческий. И хотелось бы, чтобы молодежь в эту профессию не просто приходила, но в ней оставалась. Потому что работа чаще всего в сельской местности, и для многих это все равно демотивирующий фактор. Молодые виноделы, занявшие в конкурсе первое и второе места, отправятся в Европу, где им предоставят возможность посетить на выбор премиальную винодельню. Победитель также получит сертификат на обучение в научно-методическом центре лаборатории вина при севастопольском филиале МГУ. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Анапа. Регион.